Депутаты городской думы сегодня встретились на внеочередном заседании. Они проголосовали за изменения в правилах формирования бюджета на будущий год и обсудили корректировки в действующем городском финансовом документе. Подробности далее. Четвертая внеочередная сессия по наблюдениям журналистов была рекордно короткой. Четыре вопроса, которые значились в повестке дня, депутаты рассмотрели примерно за полчаса. Представительный орган власти проголосовал за изменения законодательства, которое заставило всех финансистов пересмотреть взгляды на свою работу. Бюджет муниципального образования теперь будет приниматься не на три года, как это делалось на протяжении прошедшего десятилетия, а только на один. Правительство Российской Федерации федеральным законом приостановило действие бюджетного кодекса в части статьи о том, что трехгодичный бюджет принимается на один год. С чем связано? С кризисными явлениями и с той ситуацией, которая происходит в стране и в мире. Надеемся, что это временная мера, так и написано в федеральном законе. Только на один год. Поэтому бюджет муниципального образования будет формироваться только на 16-й год. Вместе с тем, строительство жилья в газовой столице идет бурными темпами. Для обогрева строящихся домов необходимо больше тепла. Чтобы в новых квартирах горожан было всегда уютно, окружные власти приняли решение выделить 25 миллионов рублей на модернизацию котельной, которая находится на улице Таежная. Еще один пункт повестки – регистрация депутатской группы «Единой России». Объединенными усилиями можно более продуктивно решать насущные вопросы. Согласно решению собрания группы депутатов, членов Всероссийской политической партии «Единая Россия», состоявшегося 18 сентября 2015 года, 22 депутата изъявили желание объединиться в депутатскую группу «Единая Россия» в городской думе в муниципальном образовании в городе Новый Лунинг. Для Ирины Груздевой это первое заседание в качестве председателя. Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что и впредь намерена проводить политику преемственности. Самое надежное, самое лучшее и самое правильное – это преемственность в работе. Так было всегда, и это должно стать основой. Все, что делал прежний депутатский корпус, какие-то незавершенные дела, они должны были перейти для решения депутатов следующего, шестого созыва. Поэтому все, что было недоделано, все, что было, требовало контроля. И в так называемом блокноте у Игоря Моисеевича записаны сроки, когда кто-то обещали еще раз посмотреть и вернуться к вопросам жизнеобеспечения города. Мы, конечно, эти вопросы будем смотреть. Уже следующее очередное заседание состоится 26 ноября. Одним из вопросов повестки станет проект бюджета на 2016 год, который народные избранники должны рассмотреть не позднее 1 декабря. Владислав Сельнинов, Николай Александров, служба новостей «Импульс».